Вы смотрите город. Новости по-выборски. Студия Людмила Перминова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Поездка за границу станет комфортнее. Работы на трассе Скандинавия на участке от Выборга до Торфяновки вышли на финишную прямую. Центры притяжения. В Выборге открылся международный фестиваль предпринимательства «Балтийское лето». О 47-м регионе узнают за рубежом. Губернатор Ленобласти и руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств подписали соглашение о взаимодействии. Документам предусмотрено, в частности, распространение в иностранных государствах объективной и достоверной информации о потенциале региона. Александр Дрозденко отметил, что для Ленинградской области чрезвычайно важно взаимодействие с Россотрудничеством, поскольку 47-й регион не только активно привлекает инвесторов, но и представляет большой интерес для туристов со всего мира. Необходим комплексный подход. Во время встречи с руководителями средств массовой информации региона, которая проходила во Всеволожском районе, губернатору Александру Дрозденко был задан вопрос о перспективах развития Ленинградской области как туристического кластера. По мнению главы региона, туристический потенциал всех муниципальных образований на сегодняшний день просто недооценен. Зачастую приедете в какую-нибудь Турцию или Грецию или Кипр, вас повезут на берег моря, вы заплатите какие-то приличные деньги за экскурсию и вам скажут, сейчас пойдем и посмотрим камень, на котором вышла и стояла из моря Афродита. Афродиты привезут и покажут обычную скалу. У нас уникальные храмы, крепости, у нас уникальные города и мы это не можем красиво подать. Если бы мы сумели организовать очень хорошие туристические маршруты, постоянно действующие, абсолютно понятные для туриста, я думаю, что мы могли бы турпоток в ближайшие годы увеличить как минимум в три раза. У нас есть уникальные крепости, можно было бы сделать малый туристический маршрут, Серебряный щит Ленинградской области, где посмотреть и Выборгский замок, и Карелу, и Старую Ладогу, и Копорья, и Ивангород. Но мы сегодня не можем гарантированно обеспечить туристов, которые пойдут по этому маршруту нормальными условиями для проживания и для питания. Не говоря уже о том, что у нас еще могут возникнуть проблемы с нашими надзорными органами, потому что есть проблемы погранзоны и всего остального. Губернатор напомнил, для того, чтобы эффективно и комплексно решать вопрос развития туризма в регионе и двигать отрасль вперед, при правительстве недавно был создан специальный департамент. Сюда набирают энергичных, творческих, инициативных специалистов. Поскольку Выборг занимает особое место в ряду архитектурных жемчужин региона, наши горожан, естественно, волнует вопрос, когда начнется реконструкция старой его части. Президент Российской Федерации поддержал проект реставрации старой части Выборга. Более того, дана команда Минкульту, правительству Российской Федерации, включение Выборга в программу развития старых исторических центров малых поселений Российской Федерации. И более того, приезжала делегация Минкульта во главе с замминистром культуры, который осмотрел старый Выборг, который осмотрел наши проект-проектные предложения и согласился с тем, что нужно готовить серьезную концепцию по реставрации и реконструкции старого Выборга. Вы знаете, что мы также были готовы потратить в этом году определенную сумму средств для того, чтобы создать эту концепцию. Но Минкульт сказал, что у нас есть типовая концепция, у нас есть специально обученные люди, которые эту концепцию готовят, и мы ее до конца года сделаем сами. Мы сейчас внимательно наблюдаем за этой ситуацией, потому что для нас очень дорогое время. Мы хотели бы, чтобы уже на следующий год Выборг попал в федеральную программу, первые деньги уже пошли в следующем году на реставрацию старой части Выборга. Иначе, как говорят жители Выборга, часть зданий просто не доживет до реставрации, либо разрушится, либо сгорит. Губернатор подробно обсудил с журналистами тему подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Действительно, земля Ленинградская обильно полита солдатской кровью. К сожалению, даже не все наши павшие воины нашли упокоение и перезахоронены. И поэтому мы будем в 70-летии Победы активно поддерживать поисковое движение, потому что мы считаем, что война не закончена. Это действительно громкие слова, но это действительно так. Пока не захоронены последние солдаты. Сегодня есть поддержка, и пасковики работают, и работают активно. Второе – это поддержка ветеранов. Вы знаете, что стояла задача всех ветеранов, участников войны, обеспечить отдельным жильем. Но, к сожалению, когда мы принимаем законы, нам окажутся они хорошие, пока мы их не начинаем исполнять. И получилось так, что те ветераны, которые не имели жилья, они сегодня получили новое жилье. А те, например, ветераны, которые на момент выхода закона имели квадратные метры, там не менее 30 квадратных метров на человека, на ветерана, но имели не очень хорошее жилье. Это, например, старенький дом в деревне, или старая квартира в хрущевском фонде, или старая квартира вообще в доме, там еще до революционной постройки. Они не попали в категорию, нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Но сегодня они проживают в тяжелых условиях. Поэтому мы разработали областной закон, это наш закон областной. И я думаю, что депутаты в ближайшее время его примут. И мы всех этих людей, всех наших ветеранов возьмем на учет и поможем им отремонтировать их жилой фонд. Это тоже будет такой хороший подарок на встречу 70-летия Великой Победы. Александр Дрозденко также обратил внимание представителей СМИ, что на приведение в порядок и дальнейшее содержание братских захоронений будут расходоваться средства не только из областного и местных бюджетов. В регионе возвращаются к практике шефства над мемориалами. Вот недалее как на днях составилось совещание по дороге жизни. И ряд крупных предприятий Ленинградской области, таких как Ленинградская атомная станция, группа компаний ЛСР, Петербург и Геонгаз приняли решение и взяли шефства над памятниками дороги жизни. И будут их восстанавливать, ремонтировать и в последующем содержать и ухаживать не только к 70-летию Победы, а в дальнейшие годы. Принято решение о создании на 1 января 2015 года музея-заповедника дороги жизни, который возьмет на баланс все памятники дороги жизни. Это будет единый музейный комплекс. Мы также сегодня выделяем деньги впрямую из бюджета на дорогу жизни и на памятники зеленого пояса славы. А самое главное, что по нашему пути пошли муниципалы и многие сегодня муниципальные образования привлекают не только предприятия, но и организации, в том числе даже школы, для того, чтобы закрепить за ними воинские захоронения, братские могилы, чтобы все эти памятные места обрели свой первозданный вид и были отремонтированы к 70-летию Победы. Губернатор напомнил также, что администрация президента Российской Федерации поддержала инициативу Ленинградской области об организации в канун Великого праздника эстафеты Вечного огня. В канун 9 мая на монументе «Разорванное кольцо на дороге жизни» будет зажжен Вечный огонь. Причем Вечный огонь будет зажигаться от Вечного огня на Пискаревском кладбище и будет эстафета, в которой будут участвовать 40 делегаций от 40 городов воинской славы. Каждый из них пройдет свою или пробежит свою дистанцию и будет передавать факел по этапу, и факел, в конце концов, подойдет к «Разорванному кольцу». Нам кажется, что это очень символично, и мы считаем, что это будет такое хорошее мероприятие. Напомним, губернатор Александр Дрозденко отвечал на вопросы журналистов во время рабочей встречи с руководителями областных СМИ во Всеволожском районе. Ремонт Скандинавии закончится в течение месяца. В настоящее время подрядная организация завершает укладку асфальта на трассе и приступает к ее благоустройству. Какие средства расходуются на реализацию проекта, рассказали журналистам, представители местной власти и заказчики. Подробнее в сюжете Вероники Когут. Трасса «Скандинавия» кипит в прямом смысле слова. Специалисты подрядной организации ВАД завершают асфальтирование вверенного участка. В этом году в общей сложности будет отремонтировано 45 километров магистрали, от 159 до 203 километра, пункт пропуска Торфяновка. В связи с плохим состоянием автодороги, многочисленными обращениями автомобилистов и перевозчиков, несколько лет назад власти Выборгского района совместно с правительством Ленинградской области начали вести переговоры с Росавтодором и Севзап-Управтодором. Это тысячи туристов, и не только туристов, и жители Выборгского района ежедневно по этой дороге в разных направлениях перемещаются от границы обратно. Большое количество грузов, мы знаем, переводится. Если в настоящее время идет расширение международных пунктов пропуска, конечно, все эти преобразования требуют и развития автодорожной отрасли. Международная трасса действительно требует качественной реконструкции. Местную власть поддержали и в Федеральном управлении автомобильных дорог Северо-Запад. В Росавтодор специалистами была направлена программа, которая получила одобрение. Ремонт Скандинавии стартовал в 2010 году. Шли небольшими этапами. С начала 75-го километра, с 2010 года начали ремонт, выполнение данного вида работы. Ну и, соответственно, пришли уже к городу Выборга в 2013 году. В один год все это финансирование не могли выделить, Трусавтодор достаточно. Ну и мы планомерно с 2010 года, по сегодняшний день, в принципе, большой объем выполнили. Наибольшее количество жалоб было связано с неудовлетворительным состоянием въезда в Выборг. Совместными усилиями удалось добиться выделения финансирования на производство ремонтных работ. В 2012 году было очень много обращений жителей города Выборга. В частности, по дороге, связующей объездную дорогу от реки Селезневка до города Выборга. И включая поселок Гвардейский, где она проезжает уже в черте города. Но эта дорога была федеральная. Очень много было переговоров, было обращение граждан. И мы совместными усилиями с очень активными некоторыми жителями города Выборга эту работу проводили. Результат налицо. А в этом году то, что мы видим, это просто, можно сказать, сказка. И жители очень довольны. Я хочу сказать, что недавно были у меня встречи с городами-побратимами в Финляндии. Тех, кого мы знаем, мэров, они выражают просто большую радость и удовольствие от того, какие дороги у нас делаются. В этом году из федерального бюджета было выделено порядка полумиллиарда рублей на ремонт 45 километров магистрали до пункта пропуска Торфяновка. Выиграла аукцион хорошо зарекомендовавшая себя организация ВАД. Согласно проекту, подрядчик выполняет замену дорожного покрытия, ремонт заездных карманов и автобусных остановок, благоустраивает обочины. Работа осуществляется с опережением графика. Полностью завершить их планируется в течение трех недель. Мы уже не первые годы у вас. Начинали от сотого километра лично. Я начинал с сотого километра, но вот дошли уже до 203 километра. В принципе, на сегодняшний день основного хода осталось, в данный момент, наверное, метров 200. И полностью покрытие дороги будет закончено. Останется благоустройство, обочины, остановки автобусные. На местах, где предусмотрены автобусные остановки, установят павильоны, в которых люди смогут ожидать транспорт в любую погоду. Гарантийный срок составит пять лет. В течение этого периода подрядчик будет осуществлять обслуживание магистрали. В планах ремонт оставшегося участка Скандинавии со 128 по 135 километр. Если финансирование будет выделено, работы начнутся уже в этом году. Сегодня в Петербурге открылся филиал страховой компании «Восхождение», отвечающей за выплату компенсации клиентам турфирмы «Нева». Петербургское представительство «Восхождение» разместится в доме номер 13-Б по Петрозаводской улице в помещении Балтийской академии туризма и предпринимательства. Прием будет вестись с 12 до 19 часов. При этом в турфирме уточнили, что речь о выплате денежных компенсаций пока не идет. В офисе «Восхождение» от пострадавших туристов будут приниматься только заявления на страховое возмещение. Прекращены полномочия судье Выборгского городского суда Надежды Гавриловой. Такое решение принято областной квалификационной коллегии судей. Основание – письменные заявления Надежды Анисимовны об отставке. 27 лет она отдала служению закону. О ней, как о высокопрофессиональном и справедливом судье, говорили коллеги в ее последний рабочий день. «Талант, неисчерпаемая энергия, а также преданность делу принципиально помогли ей достичь успеха в работе и получить признание коллегии». За почти три десятилетия Надежда Гаврилова изучила сотни томов дел. Начинала свой трудовой путь в качестве уголовного судьи. Затем, когда возникла сложная ситуация с рассмотрением гражданских дел, переквалифицировалась. И до настоящего времени работала в качестве судьи по гражданским делам. По словам адвокатов, ее всегда отличало особое трепетное отношение к людям. Надежда Алисова выдала такими качествами, которые позволяли каждому без ограничений высказать свою позицию, понять, что тебя выслушали. Этому выражается ваша роль в укреплении справедливости. С отставкой Надежды Гавриловой в городском суде останется семь судей по гражданским делам. Нагрузка, конечно, возрастет, но они пообещали приложить максимум усилий, чтобы с ней справиться. Я надеюсь, что Выборгский суд, как он был в первые годы моей в нем работы, это были 83-84 годы, когда наши судьи, я помню, когда мы приезжали, я уже рассказала, шли, приезжали в Ленинградский областной суд, и судьи района расступались перед ними в коридоре Ленинградского областного суда. В Иборгский район обменяется информацией с областным агентством экономического развития. Подписано соответствующее соглашение, ставшее частью муниципального инвестиционного стандарта, разработанного региональным комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности. Документ предполагает организацию постоянного обмена информацией об инвестиционных площадках на территории района, осмотр их инвесторам, отражение информации о потенциале района на инвестиционном портале региона. Всего в Ленобласти такие соглашения подписали 13 муниципальных районов. Фестиваль предпринимательства «Балтийское лето» и проходящие в его рамках торгово-ремесленная ярмарка вновь распахнули двери многочисленным гостям. Получившие широкую общественную поддержку и оттого ставшие традиционные мероприятия, организована администрация Выборгского района и Советом делового сотрудничества и поддержки предпринимательства. С торжественного открытия фестиваля. Репортаж Натальи Березовской. Здесь прошлое встречается с настоящим. Реконструируются ремесла и воссоздаются забытые традиции. Здесь открывают таланты, презентуют проекты и воплощают в жизнь самые смелые творческие бизнес-идеи. Это «Балтийское лето» – традиционный фестиваль предпринимательства, которого с нетерпением ждут не только в Выборге. С каждым годом география его участников растет, расширяется и спектр предлагаемых товаров и услуг. Торжественно открыли фестиваль представители местной власти и гости из областного правительства. Начальник отдела регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Людмила Тимразян поздравила героев дня от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Она сообщила также, что в 2014 году стартовала новая государственная программа стимулирования экономической активности Ленинградской области. В ее рамках продолжается реализация мер по поддержке субъектов малого предпринимательства. В этом году даже будут реализованы новые меры поддержки, такие как субсидирование затрат, связанных с организацией гостевых домов, с детскими садами до 10 миллионов, если действительно кто-то сможет получить лицензию и открыть полноценный детский сад. Субсидировать затраты будем связаны с местами временного препровождения детей, то есть там, где уже лицензия не нужна, это гораздо дешевле, все обойдется предпринимателям. Ну и тем не менее мы это все субсидируем. Субсидирование с подключением к электроэнергии. Людмила Тимразян пригласила участников ярмарки 2 августа в Приозерский район, где будет проходить празднование дня рождения Ленинградской области и по традиции откроется город мастеров. Удачи и благополучного пребывания на Выборгской земле пожелали гостям и хозяевам заместитель главы районной администрации Елена Николова и исполняющий обязанности главы администрации города Александр Буянов. А затем состоялось торжественное открытие фото-выставки под открытым небом «Выборг притяжения старины». На ней представлены 100 фоторабот разных авторов, вдохновленных неповторимой красотой города, который как магнит притягивает туристов из разных уголков мира. Возле круглой башни прошла акция «Местная марка». Все желающие смогли продегустировать экопродукцию, производимую на территории Выборгского района. Благодаря таким мероприятиям сегодня и предприниматели имеют возможность представить свои товары и услуги и жителям и гостям нашего города. И жители города, и гости, и туристы нашего города получат уникальную возможность познакомиться с нашим городом не только с архитектурной точки зрения, но и как торгового, такого щедрого, гостеприимного хозяина. В течение всех пяти дней работы фестиваля для творческих людей будут открыты интерактивные площадки. Выборгские мастера представят реконструкцию старинных ремесел, а все желающие смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по рукоделию, чеканке монет, лепке из глины, песочной анимации и игре на аутентичных музыкальных инструментах. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Военно-исторический фестиваль «Рыцарский замок» пройдет в Выборге в 19-й раз. Перенестись на несколько столетий назад посетители средневековой крепости смогут с 25 по 27 июля. Организаторы готовились к этому событию целый год и обещают, что зрителей ждет множество приятных сюрпризов. На каждый день разработана оригинальная программа. Гостей ожидают захватывающие сражения, иконные турниры, показательные выступления воинов, а также вечерние спектакли с концертами министрелли и сценки жизни средневекового города, нападения бандитов и сражения с городским ополчением. Также у нас уникальная программа, которая проходит один-единственный раз в году и не повторяется больше нигде никогда. Это программа «Средневековый город», которая проходит у нас традиционно в субботу с 9 до 12 часов вечера. Там предполагается выступление постановок театральных коллективов, средневековых музыкальных групп. Мы продумали, хотим показать в этом году интересное представление на тему самой страшной трагедии Средневековья – чумы. Задача фестиваля – это погрузить зрителя в атмосферу Средневековья и показать ему правдивую сторону жизни Средневековья. Количество реконструкторов в этом году достигнет ориентировочно 400 человек. Помимо постоянных участников фестиваля, прибудут гости из Екатеринбурга, Калининграда, Йошкоролы, Казани. При подготовке к рыцарскому замку особое внимание организаторы уделили вопросам безопасности. У нас будут дежурить и полиция, и частные охранные предприятия, и скорая помощь, и пожарные. То есть у нас есть согласование со всеми ведомствами, и традиционно они все присутствуют на мероприятии. Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу в 16 часов. Мероприятия продлятся до полуночи. В субботу все начнется в полдень. Средневековая жизнь в замке будет кипеть до 12 часов ночи. В воскресный завершающий день фестиваля зрителей ждут с 12 до 19 часов. Подробную программу у рыцарского замка можно найти на нашем сайте выборг.тв. Повышение НДС до 20% уже в следующем году обсуждает российское правительство. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Собеседники издания отметили также, что премьер-министр Дмитрий Медведев идею поддержал. В результате повышения налога на добавленную стоимость дополнительный доход бюджета может составить полтриллиона рублей. Официальный курс валют на 25 июля, установленный Центробанком России, составляет евро 47,17 руб., доллар 35,08 руб. Волейбольный турнир памяти выдающегося выборгского спортсмена Михаила Остронского стартует в Выборге в предстоящий уикенд. Ежегодно в соревнованиях принимает участие десятки команд из Выборга и района, Санкт-Петербурга, городов Ленинградской области. По традиции игры пройдут на стадионе «Авангард» начало 26 и 27 июля в 10 часов. В Выборг готовится отметить один из самых любимых горожанами праздников – День военно-морского флота. На набережной 40-летия ВЛКСМ установили два якоря-холла. Это распространенный тип якорей с качающимися лапами, изобретенный в 1885 году англичанином-холлом. Чугунные якоря, изготовленные в 1975-м, хранились на Выборгском судостроительном заводе, где и были отреставрированы. Открытие композиции состоится 27 июля в День военно-морского флота России в полдень. И на сегодня это все. Напомню самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках на Фейсбуке и в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание и всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем в столице Финляндии 26-28, ночью 18-20 градусов, ветер южный 2-3 метра в секунду.